Артем, день добрый. Добрый день. Привет тебе из Ставрополя. Тут замечательная погода. Людмила подает тебе привет и другие из Ставропольца. Они говорят, вы москвичи можете сколько угодно зарабатывать, но все равно у вас не будет такой экологии, как в Ставрополе. Да, должен признать, не будет, но что делать? Еще успею доехать до Ставрополя. Да, начнем, наверное, что самое. Я смотрю, трейдеры заждались коррекции, но сегодняшние новости по лукойлу привернули их ожидания. Ну, это ты мягко сказал. На самом деле, сегодня было две дивидендные новости. Первый, это, конечно, высокие дивиденды лукойла. Соответственно, на самом деле, такие дивиденды весь индекс вверх потянули, что очень хорошо. И, в общем-то, начался небольшой шорт крыл, и Сбер, Прев тоже достаточно хорошо выстрелил. В целом, я, честно говоря, лукойл не держу, и зарекся прогнозировать его дивы, дивиденды от нефти. Как-то вот у меня не складывается с этими компаниями, но, тем не менее, дивиденды хорошие, заплатят. Но могу только поздравить тех, кто держит эти бумаги. И одновременно вышла новость, что трубная металлургическая компания дивиденды платить не будет. А я как раз в своем бложике написал пост, какой акционер у этой компании, скажем так, прошаренный, очень много заработал и как раз платил дивиденды в прошлом году, будучи нерезом и спокойно все делал. Ну вот, видимо, и до него добрались санкции. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, на мой взгляд, ТМК был такой вне фокуса массового инвестора, и никто от ТМК ничего хорошего не ждал, поэтому эта новость скорее показывает, что в целом компании могут и не платить, даже если могут платить. Будьте осторожны дивидендами. Не просто так, есть акции первого эшелона, второго, третьего. В третьем эшелоне бывают разные сюрпризы. Ну а в целом, давай как-то охарактеризуем ситуацию на фондовом рынке. Рынок прет. Я думаю, отсечка, падение рынка может случиться на дивидендах Сбера, а до этого он будет подрастать. Может случиться еще интереснее, если перед дивидендами Сбера еще Газпром что-нибудь объявит хорошее, то может рынок и дальше попрет. Если не объявит, но тут для опытных людей стратегия какая стоять в Сбере, получать дивы и при этом в шорт встать по индексу, по фьючерсу на индекс МВБ и, соответственно, на диво-отсечке индекс провалится, можно немного заработать. Ну, можно потерять. Я так не делаю, но люди так делают. То есть попробовать див-гэп словить на фоне того, что Сбер значительную долю занимает в индексе МОСБИР. Ты сегодня смотрел выступление Набиулины в Госдуме. Мы не можем пожертвовать ценовой стабильностью. Очень интересная фраза, учитывая, что сегодня вышла новость, что инфляция в пересчете в годовые меньше 3%. То есть ценовая стабильность уж как она есть. Мы скоро дотянемся опять к ситуации конца прошлого года, когда недельная инфляция отрицательная либо нулевая. И тут хочется остановиться подробнее, потому что, на мой взгляд, это опасный признак. Вот если говорить про негативные факторы в экономике, то, что депозиты обгоняют инфляцию, дивиденды обгоняют инфляцию, ВФЗ обгоняет инфляцию, это, ну, кажется, что хорошо, да, нас СМИ приучили, что вот инфляция сжирает накопление граждан. Вот сейчас не сжирает. Но факт в том, что если бы производители могли поднимать цены, они бы их поднимали. Если они их не поднимают и даже скидки дают, из-за чего инфляция отрицательна, это может значить, что просто покупательская способность граждан падает, деньги заканчиваются, и, в общем, ничего хорошего это не ждет, в первую очередь, граждан, потому что второй шаг после того, как дали скидки, это нет доходов, а раз нет доходов, то надо сокращать персонал, и, в общем, может увеличиться число безработных. Вот она, низкая инфляция. Поэтому я бы наоборот, ну, я уже давно говорю, что надо инфляцию разгонять, но, к сожалению, она не разгоняет. Я только дозрительно скажу, я знаю, что будут сейчас скандалы, не надо мне, пожалуйста, что вот это личное мнение о том, что депозиты обгоняют инфляцию, реальную, это личное мнение Артема Сергеевича Тузова. Я здесь ни при чем. Я в Ставрополе. Вы можете найти его в Москве, в случае чего отдубосить. Может быть, может быть, реальную инфляцию депозит не обгоняют, но фиксируемый Росстатом инфляцию депозит сейчас обгоняют. Вот. Из положительного смотрел данные Сибербанк Домклик по продажам недвижимости. Там, кстати, уже третий месяц наблюдается рост. Так что, может быть, есть и положительные такие элементы. И инфляция может вот сейчас тормозиться, тормозиться, потом сама ускориться. В конце концов, доллар к рублю, ну, рубль достаточно ослаб к иностранным валютам. Это должно в ближайшие, там, несколько месяцев отразиться на импорте. Тогда прокомментируй, пожалуйста, про то, что фраза замечательная. Надо разгонять инфляцию. Знак отрицательный. Тебя возьмут туда. Вот я знаю, тебя обязательно туда-туда обязательно возьмут. Как Трамасово. Пойдешь на версию Трамасово. А скажи, пожалуйста, вот эти вот данные по поводу бюджетных трат, вот среднемесячных, которые вышли на этой неделе, это не поможет разогнать инфляцию? Конечно, нет. Потому что Минфин еще с начала года анонсировал, что траты бюджета будут, как бы, годовые траты бюджета будут сосредоточены в начале года. Да. И заметьте, Минфин четко выполняет все свои обещания, как обещал. Они говорили, а Силуана говорил, что это будет январь-февраль, а не апрель. Слушай, ну не успели в январе-феврале. Это наши чиновники в месяц запаздывания. Ты попробуй еще расходы увеличь. Это не так просто. Но в целом история такая, что расходы увеличены, но если посмотреть нефтегазовые доходы бюджета, они, ну январь-февраль-март, постоянный рост. Ну месяц к месяцу. Если смотреть на рекордные нефтегазовые доходы вот 22-го года, то, к сожалению, мы приседаем. Но если смотреть вот конкретно этот год, то от месяца к месяцу рост, что, в общем, неплохо. Мы на уровне дохода бюджета от нефтегаза, ну примерно на 2020-м годе на ковиде. Да, только у нас расходная часть засекречена. Мы не знаем, что там происходит. Ну как-то не знаем. Мы все знаем. Просто мы не можем на Ютьюбе об этом говорить. А, ну все, ладно, не будем говорить. Что ты думаешь по поводу рубля? Перспектив. Ну давай как в качестве индикатора возьмем слабеющий доллар. Слабеющий доллар. Очень интересная, кстати, история, что мы, находясь в России, как бы рассуждаем, что рубль слабеет. Вот. Была картинка в СССР на банкротство США. И там, ну, на таких, на максимумах находится. То есть финансовый кризис в США и в Европе, о котором мы уже забыли на фоне слабеющего рубля, он никуда не делся. Но он и не мог деться так быстро, потому что банки рухнули. Прошлый ключевой в США и в ЕЦБ ключевую в очередной раз подняли, да, и могут дальше банки рухнуть. Поэтому сказать, что все хорошо там нельзя, и доллар действительно может слабеть. Какое нам дело до доллара, учитывая, что, ну, как бы разумные люди в нем деньги сейчас в безналичном виде не хранят. Скорее рубль слабеет к юаню, но я думаю, будет продолжать слабеть. Никуда от этого не деться. Знаешь, что я сейчас в аэропорту видел шапку, кепку Russian Today и еще агент, русский агент. Ну, и не столько пожалел. Тысяча сто рублей за какую-то кепку. А в такой кепке хорошо интервью вести. Вот то, что следующая тема, это очень хорошо ложится. Дефолт США и твит Маска. Ну, вот, давай тогда закончим. 14 рублей за юань, я думаю, вполне реально. И это, если говорить об ослаблении рубля. Дефолт США, ну, на мой взгляд, он не случится. Это, в принципе, как бы невозможная история, потому что Россия может задефолтить, потому что, ну, могла задефолтить, потому что зарабатывала в рублях, а занимала в долларах. Компания может задефолтить, ну, какой-нибудь, не знаю, Мосэнерго, который зарабатывает в рублях, а занял в долларах. Вот, но США, которые зарабатывают в долларах и занимают в долларах, ну, за дефолт это крайне сложно. Это надо специально привести к событию дефолта, то есть, как взял Конгресс и не смог проголосовать за потолок госдолга, и поэтому они не смогли напечатать денег и расплатиться по ближайшим бумагам. Но это все бред, ну, не будет такого. Если будет, то это просто искусственная история. Опять же, никто не пострадает, потому что, ну, не то что никто, игроки, невидимая рука рынка, они не пострадают. То есть, даже от дефолта США, ну, какой-то глобальный кризис, наверное, не будет. Но и дефолта не будет, я в это вообще не верю. Немножко я сбил тебя с тем, извиняюсь. Так какой мы доллар, может быть, на конец года в России? Трудно рассуждать, учитывая, что торги долларом и евро ежемесячно снижаются, ну, объемы торгов на моих биржах, а объемы торгов юанем ежемесячно растут. Почему трудно? Потому что, по сути, курс доллара к рублю сейчас никем не контролируется. Он может быть как очень низким, так и очень высоким. Если за доллары невозможно ничего купить за границей, например, или невозможно ничего продать за границей, то, как бы, какая разница, сколько доллар к рублю стоит. На мой взгляд, должны ослаблять доллар к рублю, ну, то есть, чтобы доллар ушел обратно куда-то к 70-75. Почему? Потому что у нас куча замещающих облигаций у корпораций, у нас куча замещающих облигаций у Минфина, а они платят по курсу доллара в рублях на дату отсечки, то есть, чем по 50 вообще замечательно платить, а по 80 не так замечательно. Поэтому, наверное, будут ослаблять. Может быть, это будут какие-то скачки, то есть, смотрим даты, где наибольший объем выплат по российским бандам, ну, по месячным, по квартальным, вот к этим датам, возможно, будет доллар к рублю слабеть, а после того, как состоялось, обратный рост. Вот можно, если в эту стратегию верите, в такую управляемость курса рубля к доллару, то можете достаточно неплохо заработать. Как это нельзя купить? У меня на канале выступает Сергей Дроздов, он рассказывает, что покупает за доллары в итальянских бутиках какую-то фирменную одежду. Ну, как-то хитрым способом, я не знаю, каким. Смотри, разумеется, если ты физик, и у тебя там 10 тысяч долларов или меньше, то у тебя, в общем-то, ограничений особо нет. Но если ты корпораций, у которой там 100 миллионов долларов в неделю приходят выручки, да, но в пересчете, то у тебя реальные риски, что завтра твой банк-корреспондент включат в санкционные списки, и он просто не сможет принимать выплату. У тебя в договоре с покупателем будет зафиксирована цена в валюте, которую невозможно исполнить. В общем, ты очень сильно рискуешь, и, ну, я думаю, все адекватные экспортеры уже перешли на ценообразование не в долларах и не в евро. Либо, может быть, ценообразование в этих бумажках, скажем так, но выплата либо в рублях, либо в юанях, ну, может, в рублях, если это возможно. Артем, а что нового у тебя на каналах? Я сегодня видел какую-то экспериментальную придачу, где неопознанное лицо задавал все вопросы. Ты экспериментируешь с форматами? Экспериментирую с форматами. Суть какая? Ну, можно говорить про рынок, да? Я вот с тобой беседую про рынок, я вот там сам передачу делаю тоже как бы про новости о рынке. А тут мой коллега по работе говорит, может быть, ты просто людям расскажешь про свою инвестиционную философию, я тебе вопросы понакидаю. Он вот понакидал, я поотвечал. Но нас прервали, я только на три вопроса ответил, может быть, еще повторим. Вот, а на канале, в телеграм-канале, я сейчас вот прямо перед нашим интервью выпустил пост, называется дивидендный серфинг. Как можно с помощью реинвестирования дивидендов повысить себе дивидоходность по портфелю. По-моему, очень интересно, там куча нюансов, но тем не менее, я эту стратегию применяю, мне она нравится, и я думаю, людям будет, неискушенным людям будет интересно. Те, кто как бы уже несколько лет в дивидендных бумагах, я думаю, так дивидендным серфингом во все занимаются, но у меня блок для широкой аудитории. У меня идея родилась. Вот у тебя прервали на третьем вопросе, на четвертом или на третьем? Да. Надо продолжить на моем платном канале. Деньги попала. Хороший вопрос, но я, честно говоря, не знаю этих вопросов. Мне сказали, что чтобы все было честно, будут задавать в прямом эфире. На три я не готов эту выручку делить, это будет смешно. Так, ладно, значит, что же сейчас, как ты чувствуешь интерес к фондуму Моринку, есть или нет? Слушай, ну, конечно, есть. На самом деле, как только фондовый рынок начинает расти, резко проявляется интерес к нему. Даже это видно по покупкам облигаций, то есть вот последние где-то два месяца был достаточно бурный спрос именно на облигации, даже появились люди, которые учили меня, что акции покупать не надо, надо все в облигации. Я даже удивлялся таким заходом, вот, ну, потому что люди не знают мою стратегию инвестиционную, вот, и учат меня жизни. Но, с другой стороны, это такой барометр, видно, что люди, как бы, считали, что лучше в облигациях переждать. Вот, и прождав два месяца в облигациях, они вдруг обнаружили, что Сбер может расти, там, на 3% в день, и делать это, там, больше, чем 15 дней, и очень хорошо вымахать. Да, и я думаю, сейчас как раз люди вместо облигаций или на доходности от облигаций начали вот покупать акции и продолжается рынок драйвиться. И спрос на облигации, я вижу, что так припал немножко, ну, как немножко, процентов на 50, так что я считаю это... То есть он большой, он гораздо лучше, чем в прошлом году в это же время, вот, но, как бы, он явно где-то так наплыв, немного схлынул. Что, в общем-то, вот, знаешь, с одной стороны, уже неделю или полторы наблюдаю историю, когда с утра у нас рост, так вечера залив, и для меня это хороший индикатор к продолжению роста, потому что я прям, я люблю такую историю, что бумага как бы выросла, но весь день она красненькая, потому что вроде падает. Вот, и люди, которые в терминале, там, КВИК, в котором, как бы, дневные котировки, они видят красную бумагу, да, а люди, которые в графиках, ну, дневных или месячных, видят, наоборот, рост. Вот, и на этом, ну, интересно. С другой стороны, когда физики начинают, вот, когда они бежали в облигации, рост рынка я считал обоснованным. Когда они из облигации начинают бежать обратно в акции, это уже надо насторожиться и, в общем-то, готовятся к обвалу. Ты готовишься к обвалу? Ну, я же всегда к нему готовлюсь. Но сейчас у меня дивидендный сезон начинается. Вот Positive Technologies выплатил дивиденды. Я их получил, вложился в Novotek. Почему в Novotek? Потому что у него как раз через несколько дней рабочих дивидендная отсечка. Я получу дивиденд на дивиденд. Вот он, если коротко, дивидендный серфинг. Вот, я пока буду этим играться. Артем, большое спасибо. Сейчас у меня два варианта названия. Главное, чтобы людей не обмануть. Первое, готовлюсь к обвалу рынка. И второе, как нам разогнать инфляцию? Давай это. Артем, как всегда, ничего не знает. Нет, давай. Я считаю, как нам разогнать инфляцию, это гораздо важнее, чем обвал рынка. Обвал рынка можно бесконечно прогнозировать. Очень похоже на труд Владимира Ильича Ленина, как нам организовать рапкрин. Все, в любом случае, спасибо большое. Артем Тузов, это на Ленине был. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Обязательно, обязательно подписывайтесь. Я подписан. Это Ленин на наши дни. А, и последнее. Я забыл, самое главное же. 27 мая будет Ассоциация владельцев облигаций проводить ярмарку эмитентов. Вход бесплатный, но требуется регистрация. Успеете зарегистрироваться, количество мест ограничено. Мы там с Андреем будем. Сможете с нами поздороваться. И хорошо провести время в кругу инвесторов. Я там буду. Ищите меня на стенде мясокабината. Спасибо. Спасибо. Спасибо.